Аппаратное совещание началось с новости об участии предприятий Ульяновской области на международном форуме «Армия-2023». На ежегодном мероприятии демонстрируют новейшие разработки в оборонно-промышленном комплексе. Проводят переговоры с партнерами, концернами, предприятиями и регионами. Больше 10 компаний региона принимают участие в выставке и работе Международного военно-технического форума в составе коллективной выставочной композиции. Наши производители представляют новейшие беспилотники, кровоостанавливающий турникет, насадки для улучшения стрельбы из автомата, отечественное программное обеспечение, текстильную продукцию и многое-многое другое. Так Ульяновская область подписала соглашение о сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой. Также для укрепления экономических связей глава региона пригласил Дениса Пушилина посетить Ульяновскую область с рабочим визитом. Актуальным вопросом перед началом учебного года стали школьные маршруты, которыми пользуются более 6 тысяч учеников. Всего в регионе 429 маршрутов, которые сейчас привозят в порядок. В период с 1 августа по 21 августа специалистами Министерства, Администрации муниципальных образований, ГИБДД, Дорожных организаций и представителей общественности проводится комиссионное обследование о школьных маршрутах во всех муниципальных образованиях Ульяновской области. Доложили губернатору Ульяновской области и о работе службы занятости. Сейчас в приоритете предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также трудоустройство выпускников. Могу отметить, что сейчас на сегодняшнее число у нас вакансии в регионе по предприятиям ОПК 3,5 тысячи свободных рабочих мест. Вместе с тем работа ведется планово с точки зрения привлечения кадров. Не только за счет ресурсов региональных. Это, конечно, проводится работа по соседним муниципальным образованиям, по регионам. Обсудили на аппаратном совещании и реализацию нацпроекта здравоохранения. Для эффективного и комфортного лечения в регионе идет ремонт поликлиник. Также для этого закупается новое оборудование. Активно цифровизируется оказание услуг. Инструмент по интеграции медицинской помощи предусматривает преемственность между медицинскими организациями, то есть организацию двойного сквозного взаимодействия между всеми уровнями оказания медицинской помощи, в том числе с применением цифровых технологий. Кроме того, на штабе обсудили работу фонда «Защитники Отечества», куда уже обратились почти 900 человек с момента открытия. Затрагивалась и тема празднования дня Воздушного флота России 19 августа. Праздничная программа в этом году будет насыщенной, а общественный транспорт будет работать до часу ночи 20 августа.